Добрый вечер всем, кто в этот час настроился на круглосуточный телеканал ПС в кабельной сети АТК и тем, кто будет следить за нашим эфиром в интернете на сети виза репортала Правда Севера. В студии программы «В ответе за город» мэр Архангельска Виктор Павленко. Виктор Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте, Лена. Добрый вечер, уважаемые архангелогородцы. Мы встречаемся с вами накануне, пожалуй, самого святого для нашей страны праздника. 9 мая в этом году он особенный. И, наверное, не случайно, что от имени президента России юбилейную медаль «70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам вручают главы муниципальных образований. И до конца мая в Архангельске будут вручены более 4 тысяч таких медалей. Эстафета вручения юбилейных медалей фронтовикам и тружникам тыла в Архангельске началась 23 февраля на церемонии закрытия пятого фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним, гордимся, верим». 13 участников Великой Отечественной войны стали первыми архангелогородцами, кому вручили памятные президентские медали. Среди них и Василий Гонзя. Летчик-истребитель участвовал во многих стратегических операциях, в том числе и в битве на Курской дуге. Но все же не боевые вылеты, а счастливый день победы 1945-го он вспоминает прежде всего. Нам сообщили, что война кончилась. За оружие, во двор и расстреляли все патроны, которые у нас были. Конечно, кричали «Ура!». Награды вручались в государственных службах и ведомствах, в компаниях и предприятиях, где ветеранов всегда чтут и берегут. Важно, чтобы праздничные торжества по случаю наград готовились творчески и, что самое главное, сердечно, подчеркнет незадолго до праздничных церемоний президент страны Владимир Путин. И действительно, именно сердечность стала отличительной чертой мероприятий, которые организовали городские власти. Владимир Аль-Мухаммед ушел на фронт в 17 лет. В начале войны командованию Красной Армии особенно важно было понимать, какими силами обладает противник. В тыл приходилось ходить, ближний, неглубокий тыл. Разведка в то время была самая главная задача – оценить противника. Что собой представляет, сколько их там есть, какая оборона. Вручение медалей проходило в школах и в культурных центрах города. В каждом творческом номере искренняя благодарность за победу. Тем фронтовикам, кто по состоянию здоровья не мог присутствовать при большом скоплении народа, юбилейные медали вручали дома. В 41-м, будучи 15-летним подростком, ветеран Великой Отечественной войны Рафаил Курков участвовал в строительстве объектов Беломорской флотилии Северного флота. Затем сопровождал знаменитые арктические конвои. Подводные лодки были у них как волчья стая. Осталось всего 10 транспортов, которые к нам, а 24 утопили. А если по отдельности, наша задача была их искать и сопровождать потом до Рахалинска. 4525 юбилейных медалей вручены в Архангельске фронтовикам и труженикам тыла. В каждой такой награде наша благодарность за свободу и жизнь, добытые кровью и непосильным трудом. Виктор Николаевич, наш сюжет это прекрасно подтвердил, что наверняка для ветеранов такие встречи и вручение медалей – это не просто официальная торжественная церемония, это прежде всего их живое общение друг с другом, общение с городской властью. Вот на этих встречах какие вопросы они вам задают, что их сегодня волнует и интересует? Да, ну события скоро наступят, это очень важно, 70-летие Великой Победы. И поручение, которое дал нам президент Российской Федерации, поручил вручить памятные награды. Начиная с 23 февраля проходят встречи по вручению в торжественной обстановке с большим участием и желанием участвовать школьников, это очень важно. И, конечно, прежде всего в торжественной обстановке вручить, но у нас есть ветераны, которые, к сожалению, не могли прийти на торжественное мероприятие, поэтому мы их посетили на дому. Кроме того, что мы вручали награды, мы вручали и подарки, и книгу «Город воинской славы», и какие-то продовольственные наборы. И, конечно, самая главная задача, которую я ставил тоже перед своими подчиненными, и когда сам принимал участие в награждении, конечно, как живут наши ветераны, записать какие-то их пожелания, просьбы, просьбы совершенно различного характера. Но надо сказать, что наши ветераны люди очень терпеливые и за себя редко когда просят. Они в основном просят за дом, в котором живут, за двор, за детей, за детскую площадку, привести в порядок дорогу, благоустройство. То есть вообще отличаются ветераны и ветеранская организация нашего города вот такой активностью, очень большой активностью. У нас очень сильная городская организация, имеющая свои ответвления в городских округах. Поэтому все проходило не только в торжественной обстановке, но и в деловой, в части того, чтобы изучить, что нужно ветеранам. И, конечно, это беспрекословно исполняется, может быть, за редким исключением, хотя вопросы, например, жилья, они решены на федеральном уровне, на региональном уровне. Поэтому мы вот эти встречи, конечно, незабываемые. И дата такая, конечно, очень большая и ответственная. Но вот когда мы готовились к этой программе, наши корреспонденты побывали во всех округах Архангельска. И когда жители узнавали об этой возможности лично напрямую задать вам свой вопрос, они, конечно, спешили это сделать. И, безусловно, самыми активными нашими собеседниками как раз становились представители ветеранских организаций. И наш первый видеовопрос сегодняшнего эфира из Исакогорки как раз это подтверждает. Внимание на экран. Виктор Николаевич, добрый вечер. Мы, жители Исакогорского округа, озабочены нашим транспортным сообщением. В вечернее время очень сложно уехать и с Исакогорского округа, и из города. И в субботу и воскресенье, в дневной период времени, транспортное сообщение также плохое. Будьте добры, решите, пожалуйста, нашу проблему. Наталья Васильевна, добрый вечер, рад вас видеть. Это как раз руководитель нашего отделения, ветеранская организация, одно из самых активных отделений. Поэтому мы часто встречаемся с Натальей Васильевной. Что касается по сути вопроса. Действительно, такая проблема есть в Исакогорке. Хотя, скажем, там 5 маршрутов, и на них работает 42 автобуса. Но, насколько память не изменяет, это автобусы 3-й, 23-й, 25-й, 31-й, 33-й. И, как известно, так сложилась ситуация, что 70% или больше перевозок осуществляют, конечно, частники. И у нас по договору с ними время убытия, скажем, с морского речного вокзала, последний рейс там в 21.45, с лесной речки в 22 часа. Но, к сожалению, перевозчики не всегда выполняют этот график. Мы, конечно, с ними боремся, что называется. Вот штрафы накладываем, штрафы очень приличные. Но им иногда заплатить штраф проще, чем нарушать график. Потому что, ну нет, пассажиропоток в это время очень слабый. Они, как коммерсанты, конечно, не хотят нести убытки. Но мы с ними работаем. Я обещаю, Наталье Васильевне, что мы поправим еще раз постоянно. Вот буквально по этому поводу с перевозчиками сегодня с утра была встреча по этому поводу. Так же, как и по поводу того, что и водители не должны курить, и громкой музыки, не включать громкую музыку, вести себя соответствующим образом. Поэтому поправим эту ситуацию. Конечно, у нас есть свое предприятие, муниципальное, ПАП-1, 2. Но 47 автобусов, конечно, не могут закрыть все маршруты, обеспечить. Хотя мы своими автобусами, это лиазы автобусы, большой вместимости. Мы стараемся вот такие социально напряженные маршруты, как Исакогорка, как Портэкономия, все-таки закрывать этими автобусами. Здесь мы как бы, ну, командуем, что называется. Ну, а сейчас самое время передать слово моему коллеге Артемию Заварзину. Он работает сегодня в течение эфира в специальном колл-центре нашей программы. Артем, какие вопросы поступают на наш электронный адрес и на телефонную линию, о чем архангел-городцы спрашивают мэра? Здравствуйте, Виктор Николаевич, здравствуй, Лена. Действительно, вопросов как по телефонной линии, так и по электронной почте поступает много. И вот один из них Елену Окуневу интересует, когда решится вопрос с перевозчиками-нелегалами и когда вместо пазиков по улицам города будут курсировать большие автобусы. Второй вопрос эфира, и он сразу снова о пассажирских перевозках, но действительно, это одна из больных тем. И она входит в топ вопросов, которые вам адресовали наши горожане, когда мы готовили вопросы к эфиру. Ведь, ну согласитесь, мы лукавим, когда называем их нелегальными перевозчиками. У них у всех есть лицензия на оказание вот этих услуг. При том, что получить лицензию нужно 45 суток, а вот чтобы вынести решение о ликвидации такого, о 9 месяцев. Конечно, многие этим пользуются и получается замкнутый круг. Как с этим бороться? Сегодня маршрутов в городе 45 выходит на линию где-то 480 автобусов. И на сегодняшний день мы их знаем. Там это всего лишь 4 маршрута и 4 так называемых нелегальных перевозчиков. Остальных мы все-таки привели к знаменателю, постоянно с ними работаем. И они являются легальными. Мы знаем, что только 4. Это несколько маршрутов, это примерно 50 автобусов. Как с этим бороться? Ну, честно говоря, камень предкновения, конечно, это несовершенство федерального закона. Мы много раз депутатам Государственной Думы писали и в правительство о том, что нужно внести изменения какого рода. То есть нужен договор обязательно с мэрией в данном случае города. И вот у всех перевозчиков эти договоры есть, за исключением 4. Получается, что перевозчик зарегистрировался, получил лицензию в управлении Роснадзора. Есть такая федеральная структура. Получил лицензию, зарегистрировался в налоговом органе и все, на тебе, пожалуйста, езди по городу Архангельск. Не заключив договор, не принимая участия в конкурсе, а мы в последнее время объявляем конкурсы, чтобы маршруты были там, есть маршруты там более, пассажиропоток большой, значит, и доход больше. Есть менее, о которых вот только что мы говорили, там третий маршрут, экономия и так далее. Поэтому работаем. Я думаю, что в ближайшее время все-таки мы и с этими нелегалами оставшими, так называемыми, мы, конечно, ситуацию поправим. Хотя мы, вы знаете, льготный проезд есть, и своего рода мы датируем наших перевозчиков. Там проезд бесплатный обходится где-то городу в 56 миллионов рублей. Предприятие, которое у нас АПАП и которое имеет 47 автобусов больших, вроде вот парадокс. То есть мы организовали предприятие, большие автобусы, комфортабельные, даже с площадками для инвалидов, ходят по городу Архангельск, а привозят в год 40 миллионов убытка. Потому что вот нелегалы, автобусы, пазики, они пройдут впереди наших автобусов, соберут сбор и народ, а наши автобусы возят в воздух. Поэтому вопросы есть, они справедливые, и мы с этим работаем, но они, к сожалению, мы работаем в рамках тоже федерального закона. И первый телефонный звонок мы готовы принять. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос мэру. Добрый вечер. Галина Михайловна, Соломбола, Виктор Николаевич. Вопрос такой и просьба от имени, наверное, пенсионеров и людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. То, что у нас в городе ремонтируются дороги хорошо. Ну, по центральным улицам замечательно. Вы вообще, умница, много уделяете времени. Но остается посадочные площадки, получается, ниже по уровню, чем дорожное полотно. И получается, подходит автобус. И так, высокие ступеньки, да еще плюс посадочные площадки низкие. Не залезть в автобус. Мы, по сути дела, нарушается наше право передвижения по городу. Мы не можем ни в транспорте поехать куда-то, ни выйти из транспорта. Значит, вот просьба, не только от моего имени, то ли отдельно программу ремонта посадочных площадок, либо это параллельно ремонту дороги. Проблема заключается в том, что мы площадки по мере ремонта дорог, конечно, делаем. Но автобусы-пазики, они не предназначены для городских условий. Конечно, у них высокие пороги. И это там, представляете, какой подиум и эстакаду нужно делать, чтобы сесть в этот пазик. Что касается автобусов Лиазов, у них там низкая посадка, здесь проблем не возникает. Абсолютно. И я вот уже говорил, что у нас автобусы есть. Здесь можно на заднюю площадку заехать, вот и инвалиду с коляской. Хотя таких автобусов немного, всего 5,47. Вот. Поэтому главная задача, Галина Михайловна, наша, это замена все-таки. И мы сегодня с перевозчиками говорили об этом. Замена автобусного парка на все-таки не пазики должны быть, а автобусы комфортабельные, чтобы площадки были низкие, чтобы было удобно всем, и мамам с колясками, зайти на заднюю площадку, с большой площадкой. Задача в этом состоит. Я думаю, что мы будем как раз двигаться в этом направлении. Ремонт, само собой, карманы, кстати говоря, их там очень мало было в городе. А сейчас, когда мы ремонтируем дороги, мы обязательно делаем карманы для автобусов, для того, чтобы они мешали движению транспорта. Поэтому эта работа ведется, но главная задача, это заменить пазики на автобусы большой вместимости. Мы, конечно, много уже, может быть, несколько лет об этом говорил. Движения какие-то идут. Думаю, что общим усилием мы все равно будем к цивилизованным, так сказать, приходить транспорту, нежели вот эти пазики. Хотя они там появляются, там, пазики так называемого городского класса, но это никак не заменит нормальный автобус, типа Алиаза. Речь идет о безопасности. Это, конечно, речь идет прежде всего о безопасности наших граждан. Работу продолжим эту. Сейчас мы вернемся в колл-центр. Артемий, какие еще интересные вопросы поступили от горожан к этой минуте? Да, Лен, ты очень правильно отметила. Вопросы действительно интересные. Мои коллеги, которые работают в колл-центре, не дадут мне соврать. И вот как раз один из таких вопросов. Михаил Ферин интересуется. Когда-то было много планов по строительству дороги рядом с озером Бутыгина. Они еще в силе? Здесь речь, видимо, идет о ремонте и о строительстве дороги от улицы Галушина до Варавина. Потому что Ленинградский проспект – это беда. Пробки. Вы знаете, к сожалению, с каждым годом транспорта прибавляется в городе Архангельск. На сегодняшний день 110 тысяч единиц техники. Огромнейшее количество. Каждый год по 10-15 тысяч добавляется. Естественно, транспортная инфраструктура к этому не предназначена. По статистике, такое количество машин даже поменьше должно быть к какому-то 30-му, 2030-му году и так далее. Ну, с одной стороны, это хорошо, что благосостояние людей растет, и они имеют возможность приобрести автомобиль. Но возникают вопросы дорожного строительства. Полная программа и в рамках генерального плана, и транспортных развязок, она у нас есть. Что касается как раз вот этой дороги, мимо озера Бутыгинского или Московский проспект, в планах есть, но, к сожалению, нет на это средств. И вот на сегодняшний день там на миллиарды рублей, в принципе, есть планы. Мы знаем, какие дороги нужно строить, сколько примерно они стоят, но на это нет, к сожалению, средств. Поэтому в планах это есть, проработка вопросов есть. И вот сегодня вся транспортная схема со всеми развязками, она в городе есть, нужны деньги. Но мы начали этот процесс понемногу. Но, к сожалению, вот и кризис в стране, он, к сожалению, нас немножко обязывает определить какие-то первостепеннейшие задачи. Но думаю, что мы потихоньку выйдем с кризиса, и все-таки дороги, и те задумки, которые у нас есть, мы будем осуществлять. Вопрос совершенно правильный. Дракунов Андрей Валентинович из микрорайона Северный спрашивает о ремонте дорог на улице Кировской. Будет ли продолжен и сделан капитальный ремонт? У нас есть текущий ремонт дорог, и на это предусмотрено содержание дорог, и на это предусмотрено 39 миллионов рублей. В городской казне, вот я, кстати, взял бюджет, он здесь вот находится. Солидный фолиант. Да, и здесь все прописано на самом деле. Это можно посмотреть и в бумажном виде, как у меня, или в электронном виде, на сайте. То есть все прописано вплоть до копейки. Так вот, и дорожный фонд 97 миллионов рублей, но софинансирование еще наше это 103 миллиона рублей. Поэтому сегодня мы самые первоочередные дороги. Конечно, ремонт Кировской, он будет тоже сделан. В основном, конечно, в этом году каких-то глобальных строек капитальный ремонт не будет. Хотя, еще раз подчеркиваю, порядка, наверное, на 700 миллионов рублей у нас есть уже проектно-сметная документация. Но, к сожалению, нет этих средств. Меня спрашивают совершенно справедливо. Мы платим налоги, а где же дороги, да? Так вот, в дорожный фонд области он составляет 3,8 миллиарда рублей. Из них город Архангельск, жители города Архангельска, от акцизов продажи нефтепродуктов, заправки автомобилей и налога на автомобили, мы вносим в этот фонд 1,2 миллиарда рублей. А обратно получаем, пусть услышат наши все жители города Архангельска, 97 миллионов рублей. Но это несоизмеримо. Я понимаю трудности областного бюджета и понимаю, что не все миллиард 200, хотя городу Архангельска нужно, ну хотя бы в год, ну не менее 500 миллионов рублей, а лучше, конечно, миллиард полтора для того, чтобы приводить дороги в порядок. Дороги не терпят какой-то 7-минутной такой компонентшины. Вот сделали, кстати говоря, мы пожинаем результат, все-таки в 2008-2009 году было сделано 50 километров дорог. Это вот беспрецедентный был случай, и сразу все увидели в городе там ям не стало и так далее. Ну какие-то были проекты типа улицы Выучейского, это действительно глобальный был проект, и очень хороший проект, соединяющий морской речный вокзал, ЖД вокзал, автовокзал и так далее. Это очень хорошая развязка, но это мало, то есть и мы прекратили. Была программа такая областного центра, в которой основные это было строительство и ремонт дорог. Все эта программа перестала существовать, потому что дефицит областного бюджета огромнейший, и все средства идут туда. Поэтому, уважаемые архангелогородцы, это не потому, что мы куда-то там не туда тратим денежки, потому что их нет. Вот на самом деле мы собрали и отправили, строятся где-то дороги, может быть, в области, но мы вот какие деньги имеем, такие дороги. Поэтому будет определен, уже определен план первоочередный, где, ну, совсем, что называется, кранты, вот, мы будем ремонтировать. В том числе и Кировскую, в том числе. Мы, кстати, в Северном округе в 2006 году, это были первые дороги, которые в Северном округе сделали. Ну, сейчас они тоже все гарантийные сроки вышли, они сейчас приходят в негодность. Еще раз говорю, дороги, есть технология определенная. При погоде, которая у нас в городе, у нас есть, особенно в последнее время, вот такая теплая погода, переменчивая, ну, дорогу просто разрывает. То есть мороз, слякоть, все, трещина замерзает, разрывает. А если учесть, что в городе только 30% дренажно-ливневой канализации, остального нет. Поэтому тут вот результат, что называется, налицо. Поэтому я не в качестве, чтобы, там, объелить себя или, там, моих подчиненных, чиновников. Ну, вот это факты жизни. Поэтому, конечно, мы наставим и просим губерантора, чтобы в этой части нам увеличили. Ну, справедливо должно быть. Ну, поскольку я сказал, что здесь 110 тысяч машин, и мы вкладываем вклад наш огромнейший, то есть мы 25% внесли в дорожный фонд областной, а обратно получили 2,5%. Ну, совершенно несправедливо. Ну, а еще мы обсуждали, я не раз с губернатором, есть и другие формы, и думаю, что мы вместе поищем. Это привлечение все-таки инвестора. Конечно, они там, дорожные организации, в очередь не стоят для того, чтобы, там, в городе Архангельске за свои деньги сделать дорогу, а потом мы им, там, в течение, там, 3-5 или 10 лет будем отдавать. Но, тем не менее, все равно. Есть такие организации, которые готовы, вот мы с ними ведем работу для того, чтобы зашли в город Архангельск, что дороги, это артерии, это главное. Поэтому тут один из серьезнейших вопросов, который беспокоит, естественно, меня, как мэра, ну и горожан, судя по вопросам. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос мэру. Виктор Николаевич, здравствуйте. Вас беспокоит Наговицын Валерий Александрович, проживающий по Троицкому, дом 104. У меня к вам вопрос. Какие службы обязаны убирать придомовую территорию? Со стороны подъездов есть дворник, а с другой стороны дома, который выходит на, против центра пирамида и рядом торговый центр полярный, ничто не убирает и никто не убирает. Ответьте ли вот на такой вопрос и просьба разобраться бы в этом деле нам помочь, я не знаю. По одну весну я сам убирал, а сейго-то не могу. Спасибо вам большое за вопрос, Виктор Николаевич. Добрый вечер, уважаемый Валерий Александрович. Есть управляющая компания у этого дома, поэтому у подъезда и 15 метров от стены, и далее это зона действия управляющей компании. И, конечно, нужно просто потребовать управляющей компании, а необходимость ее заменить, если она этой работой не занимается. Кстати говоря, мы вот сейчас проходят субботники, вы видите, за объявлен двухмесячник, да, и вот за этот месяц мы столько мусора вывезли, в том числе того мусора, который должны убирать управляющие компании. Люди платят ежедневно за благоустройство территории эти денежки, то есть управляющие, надо спросить управляющую компанию, почему нет дворника, почему не убирается территория. Просьба, уважаемый Валерий Александрович, вместе с жильцами потребовать от управляющей компании. Вы за это заплатили деньги, так спросите, куда они там в квитке обязательно или в отчете управляющей компании по году работы, стоит цифра, сколько с квадратного метра, там 5, 6, 10 рублей вы заплатили. Причем эту сумму жильцы дома могут определять сами, они могут там хоть 20 рублей определить, лишь бы у них там была чистота, порядок и цветник во дворе. Поэтому, если вы еще сообщите управляющую компанию, то мы вместе давайте с ней поработаем на предмет уборки у подъезда. Это их обязанность. В Ломоносовском округе сейчас находится моя коллега Екатерина Грициенко, и я знаю, что ее собеседник Фронтовик, у него есть свой вопрос к мэру. Екатерина, мы слушаем вас. Рядом со мной Юрий Васильевич Морозов. Юрий Васильевич, ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы. Юрий Васильевич, ваш вопрос. Уважаемый Виктор Николаевич, будет ли производиться в этом году ремонт дворовых дорог? Потому что там не только машинам не проехать, там и людям тяжело пройти. Вы помните, что наша инициатива еще 5, наверное, или 6 лет назад была ремонт дворовых территорий, потому что, конечно, они в безобразном состоянии в городе Архангельске. И мы, начиная с нескольких миллионов, все эти годы ремонтировали. И отремонтировали порядка, наверное, более 700 дворовых территорий. Потому что, действительно, там скорая бывает не зайдет. Значит, эта программа, к сожалению, в этом году в связи с трудностями бюджета, она пока приостановлена. Но мы надеемся, все-таки вот эти кризисные моменты пройдут. И мы продолжим ремонтировать дворовые территории. Конечно, там, где совсем плохо, там ямы такие, что не могут заехать ни скорая, ни спецтранспорт. Мы, конечно, ремонтируем в части в рамках ямочного ремонта. Эту работу продолжим. Но вот так, как мы делали капитально все эти годы, и была такая российская программа, в том числе выделялись деньги на дворовые территории, пока приостановлено. Поэтому, Юрий Васильевич, думаю, что, может быть, с 16-17 года вот кризисные моменты уйдут, и мы продолжим эту работу. Я обещал, что, да и так, я думаю, что так и будет, что пока последней дворовой территории не будет приведена в порядок, мы эту работу не закончим. Но не все от меня зависит. Жизнь расставляет свои там приоритеты. Поэтому пока не... Программа приостановлена, я еще раз говорю. Поэтому мы... Если есть какие-то конкретные адреса, и там, ну, совсем плохо, что называется, то надо обратиться заехать к нам, и мы в рамках ямочного ремонта этот дворовой проезд сделаем. Но все-таки хотела бы вернуть вас немножко к дорогам, потому что действительно больная тема. Можете ли вы озвучить конкретные улицы, которые будут приведены в порядок в этот дорожный сезон? В определенные улицы это будет продолжено Гагарина, это обводный канал, это Тима, это Зержинского, это Смольный Будян. В общем, порядка там 15-20 улиц определено. Где сейчас вот проходят, уже заканчиваются конкурсы, конкурсы прошли, подводятся итоги. И мы надеемся, что подрядчики попадутся добросовестные, потому что в прошлом году я не буду называть подрядчика, чтобы его там не рекламировать или наоборот не ругать. Но он нам доставил массу хлопот на предмостной улице перед Кузнечевским мостом и ремонта улицы Гагарина. Соответственно, штрафные санкции мы, конечно, определили, но мы надеемся, что зайдут добросовестные все-таки дорожники и улицы города приведут в порядок. Тем более, что денег не так много, 103 миллиона рублей, потому что каждая копейка, конечно, должна быть использована по назначению. Мы, честно говоря, ведь сегодня происходит следующим образом. Мэрия является инвестором, она платит деньги. Вот она платит, а подрядчик выполнил работы, торгуется технадзор. Технадзор нам представил, что все замечательно, хорошо, у нас же нет специальных служб, которые это проверяют. Но мы вынуждены, технадзор принял, представил нам документы подписанные, и мы обязаны это заплатить, а потом уже ввести претензии. Ну, в таком законе, поэтому ничего не сделаешь. Поэтому улицы определены, деньги определены. Думаю, что конец мая, начало июня максимум, мы эти работы в городе начнем. Еще один звонок поступил к нам на телефонную линию, и вот Маргарита Иванова спросила, будет ли построена новая набережная Седова, Виктор Николаевич. Видимо, слава богу. Слава богу, хороший вопрос, и утвердительно могу сказать, да. Мы сегодня с губератором Игорем Анатольевичем Орловым объезжали наши памятники, готовы нас к 9 мая, и как раз заехали на набережную Седова, где, как известно, находится закладной камень, где будет установлен памятник всем, кому не вернуло море. Поэтому мы прошлись по набережной и встретились там с людьми, которые гуляют, ветераны там были. Поэтому утвердительный ответ, да. Проектность методокументации есть, будет строительство, то есть не реконструкция, а полностью строительство. Он заверил, это объект такого федерального значения, и по его словам, порядка 580 миллионов это стоит сооружение, поэтому в этом году работы начнутся. Виктор Николаевич, мы встречаемся накануне 9 мая, с этого мы начинали, и, конечно, к этой теме мы будем сегодня еще не раз возвращаться. Я думаю, что в этом контексте будет уместно поговорить о фестивале творческой молодежи городов воинской славы «Помним, гордимся, верен». Он в пятый раз уже в этом году прошел в Архангельске, и, конечно, он стал лучшим подтверждением того, что о подвиге победителей помнят. Пять лет назад юноши и девушек, живущие в городах воинской славы, решили собрать архангельские городские власти. Организаторы фестиваля творческой молодежи «Помним, гордимся, верим». Первый форум принял в Архангельске более 200 участников из семи городов страны. Под знаменами третьего уже встретились более 400 юных талантов из Полярного, Пскова, Великого Новгорода, Твери, Ростова-на-Дону, Белгорода, Волоколамска, Старого Оскола, Колпина и, конечно, Архангельска. Не остались в стороне и города-побратимы столицы Поморья – польский Слупск и израильский Аждот, а также делегации из городов-героев Санкт-Петербурга и Смоленска. Среди гостей фестиваля ансамбль «Песни и пляски Дон». Ему уже 70 лет. Он побывал в Финляндии, Франции, Алжирии, Италии, Германии, Болгарии, Индии и даже в Непале. И вот ростовчанин на фестивале в Архангельске. Мы здесь никогда не были и, конечно, было большое желание попасть именно к вам и посмотреть вашу культуру, показать свою. Война окончена, я больше не хочу стрелять в ваш воздух. Татьяна Винокурова приехала в Архангельск из Твери. На фестивале она выступила сразу в нескольких номинациях – художественное слово, эстрадный и академический вокал. Тема патриотическая – она одна из важнейших вообще, особенно для истории нашей страны, нашей Родины. Приехавший на фестиваль 2015 года исполнительный директор Союза городов воинской славы России Игорь Сунгуров вручил мэру Архангельска Виктору Павленко знамя городов воинской славы России. Патриотический форум проходил при поддержке правительства Российской Федерации, Союза городов воинской славы, полномочного представителя президента России по северо-западному федеральному округу. Этот фестиваль за минувшие пять лет, как вы считаете, он стал вот этой полноценной, полновесной площадкой для объединения патриотично настроенной молодежи? И какую роль в этом играет Союз городов? Вы знаете, что касается военно-патриотического или патриотического воспитания в городе Архангельска, то действительно мы переживаем некий такой бум. У нас с каждым годом становится все больше кадетских классов, есть школа соловецких юнг, даже ребята уже с детского сада юнгаши наши занимаются началом военно-патриотического воспитания. Конечно, фотофестиваль, который мы проводим уже пять лет под патронатой полпреда по северо-западному федеральному округу, теперь Союза городов воинской славы, это наша изюминка. Мы, конечно, добиваемся, чтобы он был по статусу и вошел в программу федеральную, по статусу был российским фестивалем, но по сути он таковым является, даже международным, потому что участники нашего фестиваля из-за рубежа. Но самое главное, что он очень нравится молодежи, они с удовольствием участвуют. И когда там приезжает с разных уголков нашей необъятной России молодежь, выступает, а он не просто, это конкурс интеллектуальной молодежи, это не просто там песен, это вот галоконцерт завершается, песенный фестиваль, а там различные и кинофильмы, и выставки, и различные проекты, посвященные Великой Отечественной войне. Поэтому мы гордимся, что у нас вот есть такой замечательный получился фестиваль, и он, конечно, вносит в большую лепту военно-патриотического воспитания молодежи. Ну вот, наверное, нельзя не вспомнить слова нашего президента Российской Федерации, когда он говорит, что Великую Россию можно построить на фундаменте патриотизма. Я, честно говоря, сам этим вот брежу вот с детства и всячески считаю, что действительно вот объединяющей идеей является идея патриотизма. Вы посмотрите, у нас почетные караулы, вахты памяти, у нас Знамя Победы в течение двух лет прошло по всем школам, с большим участием ветеранов, с их большой охотой. И самое главное, что самое главное, мы говорим о мостике поколения, о преемственности поколений, да, которые должны вот сохранить вот эту память о войне, о наших ветеранах, понести ее дальше, она сохраняется, потому что это очень важно, и с большим желанием ребята этим занимаются, да, они с удовольствием носят форму и так далее. Поэтому, конечно, фестиваль сыграл, и думаю, что сыграет и в дальнейшем большую роль вот в патриотическом воспитании молодежи. Это хорошее дело. Тема воспитания подрастающего поколения, безусловно, волнует всех мам и папы Архангельска. Вот и жители Соломбальского округа, беспокойной доступностью детских садов. Внимание на экран. Здравствуйте, Виктор Николаевич, меня зовут Алена Рябушкина, я жительница Соломбалы. Меня интересует такой вопрос, как с местами в детский сад, будет ли строительство детского сада в Соломбале, где и когда. Алена, добрый вечер, вопрос такой серьезный, и мы в течение уже последних 5-6 лет этим вопросом серьезно занимаемся. За это время, вот за счет внутренних резервов детских садов, мы открыли более 3-х тысяч мест. Это огромнейший, я считаю, прорыв, хотя на сегодняшний день вот эта потребность не снята. Но мы, что касается и указ президента Российской Федерации, нам задача обеспечить ребят с 3-х летнего возраста. Все дети уже, наверное, 2-й или 3-й год, на момент, на 1-й сентября, которыми исполнилось 3 года, у нас полностью обеспечены детскими садами. Но есть потребность, особенно с 1,5 лет и с 2 лет. У нас есть в детских садах несколько групп, мы и таких ребят принимаем, но потребность такая есть. Мы участвуем, кроме внутренних резервов, мы возвращаем детские сады в систему дошкольного образования. Вот мы совсем недавно открыли Наполина Осипенко 7, корпус 1. Вот сейчас готовимся в июне месяце детский садик принять на улице Роза и Люксембург на 280 мест. То есть мы каждый год по 1-2 садика в строй вводим. Что касается конкретно Соломболы, самое проблематичное, это округ, это Соломболы, там мало детских садов, и потребность очень большая есть. Значит, мы в этом году спроектируем, я думаю, в 2016 году, а может быть и в этом году, начнем строительство детского сада рядышком с 62-й школой. Вот поэтому работа идет, деньги выделены. Ну и для других скажу, что нам по договоренности со строителями, они подготовили за свой счет такой в рамках партнерских отношений проект детского садика в Майской горке и на 330 ребятишек. Поэтому мы сегодня этими проектами вошли в дорожную карту. И тут, конечно, хорошо, что есть такая дорожная карта, федеральная программа, без нее, конечно, было бы сложно. Но хотя я должен порадоваться, такого никогда не было. Вот мы по итогам первого квартала у нас родилось небывалое количество малышей, 550 ребятишек. Поэтому это сразу 2,5 детских сада. То есть работы в этом плане не управлены? Работы, не подчатые крайне. И, конечно, в ближайшее время нам бы нужно порядка 5-8 детских садов. Мы эту работу продолжим с участием в дорожной карте, с выделением собственных средств. Поэтому, что касается Соломбол, я ответил конкретно, что такая работа ведется. Ну а мы продолжаем оставаться на связи с округами Архангельска. Жители Цыгламини тоже обеспокоены решением детского вопроса, но уже в ином его контексте я передаю слово Ларисе Ковлешенко. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Добрый вечер, Лена. Мы собрались в культурном центре Цыгламини. Сюда пришли те, кому есть о чем спросить у мэра Архангельска. Рядом со мной Раиса Михайловна Потапова, и она готова задать свой вопрос. Добрый день, Виктор Николаевич. У меня вот такой больной вопрос. Я живу по улице Севстрой с 69-го года. И у нас для детей нет где поиграть. Просьба к вам нам помочь сделать детскую площадку. Раиса Михайловна, добрый вечер. Такая программа в городе есть. Мы каждый год по 15-20 площадок делаем. Причем совместные депутаты город-думы, депутаты областного собрания помогают. Я записываю этот адрес. Мы с главой переговорим. Просто точно сейчас не могу сказать, предполагается ли в этом году. Ну, раз вы просите, Раиса Михайловна, раз вопрос мэру задан, поэтому мы решим это в течение летнего периода. Ну, вот раз у нас сейчас речь зашла о цыгломине, то я хочу спросить вас о достаточно уникальном инвестпроекте, который сейчас реализуется в цыгломине. Его общая стоимость 2,5 миллиарда рублей. Лесозавод номер 25. На собственные кредитные средства там реорганизовал производство древесины. Причем сохранили не только уже имеющиеся рабочие места, но еще и увеличили их число. Так вот, Виктор Николаевич, может ли вот этот пример стать общей практикой, повсеместной практикой для Архангельска? Иными словами, что нужно для того, чтобы вот эту инвестиционную привлекательность Архангельска сегодня сделать? Да, я понял. Ваш вопрос. Вообще, вопрос о инвестициях, конечно, это один из таких важных показателей экономических. Конечно, вот город Архангельск может этим и похвастаться. Вот за 2014 год в инвестиции, безбюджетных инвестиций, в различные строительства, в технику и так далее, было порядка 11, более 11 миллиардов рублей. Это огромнейшие деньги. Ну, зримо, вы видите строительство, прежде всего, жилья, да, оно коммерческое жилье, но строится сегодня одновременно, строится 55 объектов жилья, всего 65 объектов одновременно. Это, кстати, тоже никогда не было в городе Архангельска, вы видите, по количеству кранов и так далее. Да, жилье дорогое, и его, конечно, надо стремиться за счет конкуренции, создания условий снижать, потому что там средняя, там, 57 тысяч квадратный метр, конечно, ну, это огромнейшая сумма. Вот, что касается, вот, лесопромышленного комплекса, в этом плане, да, к сожалению, там, в силу ряда причин. Второй лесозавод остановился, третий лесозавод, вот, 26-й лесозавод, они, Соломбальское СЦБК, СЛДК, это, конечно, беда. Но, слава богу, появляются вот такие инвесторы, которые по 25-му лесозаводу, и их вложения способствовали тому, что, ну, конечно, любое техническое переоружение, как ни странно, людей сокращает. Но здесь, слава богу, люди остались работать. И сегодня комбинат будет перерабатывать миллион кубов материалов, перерабатывать их в гранулы, безоходное производство. И в дальнейшем есть такая программа на региональном уровне, на серьезном уровне рассматривается. Это замещение, там, вот, гранулами, вот, биотопливом наших котельных. У нас есть несколько котельных в городе, которые работают на таком биотопливе, вот, они на мазуте дорогостоящем, там, или, там, угли. Поэтому, что от власти нужно, прежде всего? Конечно, создание какой-то инфраструктуры. И прежде всего, и мы вот тут под цыглами, и как раз такой хороший пример, мы построили новую школу. А раз школа есть, ребятишкам ходить есть куда в школу, значит, они останутся в цыглами. Там у нас нет особых проблем и по детским садам, там у нас две школы. Вот мы сейчас будем приводить порядок, новую построили, приводить порядок, школу другую. То есть, создание инфраструктуры, детский сад, школа есть, дороги соответствующие, мы там тоже и по дорогам поработали в дальнейшем. Вот создание таких условий. 26-й лесозавод тоже, к счастью, будет модернизация. И здесь вот инвестиционные быстрые решения вопроса по выделению земли, по подключению, ну, то, что нас касается, муниципальных органов. Это вода, водоотведение, другие вопросы, там, благоустройство. Вот, то есть, решение, быстрое решение вот этих вопросов, то, что мы можем, является инвестиционно привлекательным. Для инвесторов, застройщиков мы эту работу продолжим. Я должен сказать больше, что касается инвестиций. Мы участвуем в такой федеральной программе развития внутреннего и внешнего туризма. Так вот, по этой программе, кстати, там значительное место занимает строительство дорог. Это вот как раз улица Сибиряковцев, Теснаново, Обводный канал. Они вошли вот в эту программу. Она рассчитана до 2017 года. Если вот все так нормально пойдет, то город получит порядка 4-6 миллиардов рублей по этой программе. Да, это вот Малые Карелы, развитие там туризма, строительства гостиниц. То есть, при всех трудностях в лесопромышленном комплексе идет все-таки процесс инвестиций. Это, конечно, очень здорово. Это рабочие места, это налоги и так далее. Ну, даже, к сожалению, вот о комбинатах, о которых я заговорил, СБК, СЛДК. Ну, сегодня вот банки, инвесторы, они намерены, у меня была встреча недавно, намерены все-таки возобновить производство, особенно на СЛДК. На СЛДК, потому что там действительно новые оборудования СЦБК. Поэтому, конечно, нам любой инвестор, мы рады любого инвестора с ними работаем. И что от нас зависит, всегда стараемся обеспечить им зеленую улицу. Ну, вот, кстати, один из эффективных механизмов привлечения инвестиций, но уже в жилищное строительство, это программа развития застроенных территорий. И наш следующий видеовопрос, который пришел к нам из Октябрьского округа, как раз касается этой программы. Давайте послушаем. Виктор Николаевич, здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня родственники живут в деревашках, которые попадают под вашу программу развития застроенных территорий. И, собственно говоря, мне интересно, реалтор, который выиграл аукцион, он точно выполнит свои обязательства перед нами? То есть, он нас не уйдет, не обманет? Как мэрия контролирует выполнение условий договора с застройщиками? Уже последние, наверное, 3-4 года мы ведем большую работу так называемых застроенных территорий. В чем ее смысл? Значит, участки в городе, это в основном центр города, разбитые дома, это в основном деревянные, в основном призваны ветхие марины, разбиты там по 4-8 домов. И мы этот участок вместе с домами выставляем на конкурс. Земля продается на конкурсе по минимальной цене с условием, что застройщик предоставит жилье жителям, находящимся вот в этих домах, на этом участке. На сегодняшний день, это, конечно, очень большая кропотливая работа, на сегодняшний день у нас таких участков оформлено где-то порядка 50. Заключены договора с 17 организациями и первые организации, вот прошло как раз 3 года, должны предоставить жилье. На сегодняшний день предоставлено 150 человек, получили квартиры. Эта работа идет, но я, честно говоря, специально приостановил этот процесс, хочу проанализировать ситуацию, как выделяются квартиры. И главная задача, вот истекая трехлетний срок, если застройщик не выполнил свою работу, не выполнил условия по переселению, мы отбираем у него землю и снова выставляем ее на конкурс. Поэтому контроль полный, значит, никто эту землю там и строительный не прихватит, не захватит до тех пор, пока не выполнил условия по расселению людей светового арена жиля. Я считаю, это очень хорошая форма, не совсем у нас идет гладко с программой фонда развития ЖКХ. Вы знаете, что, что касается Конзихинской, мы там благополучно и с большим качеством сдали 3 дома, 36 квартир. Что касается цыглами, к сожалению, подрядчик подвел и нам пришлось расторгать с ним договор. Ну, деньги не утрачены, они сохранены, я думаю, что мы эту работу продолжим. Но вот за счет застройщиков, получается, бесплатно за их счет выделяется жилье горожанам. Я считаю, это очень хороший инвестиционный проект, который, кстати говоря, там и Коми-Республика за опытом обратилась к нам. То есть ряд регионов мы уже опробовали. Совет ветеранов округа «Майская горка» дозвонился к нам в эфир и передает спасибо вам, Виктор Николаевич, за то, что в школу города вернулось патриотическое воспитание, через которое все мы прошли, то есть люди старшего поколения. Вот такой привет вам. Спасибо, это очень важно. Если мы упустим поколение, и я как учитель вам точно говорю, что если не воспитаем настоящих патриотов, то мы можем, не дай бог, поиметь вот эту ситуацию, которая сейчас на Украине. Это Майдан и так далее, это же молодежь, это страшное дело. Поэтому допустить этого нельзя, поэтому патриотично и не допустим. Вот в городе Архангельске этого никогда, я думаю, что в России этого никогда не будет. Я спасибо говорю ветеранам, и вот 70-летие Великой Победы и присвоение городу воинской славы просто всколыхнуло. Вы уж извините, что я так эмоционально, но просто мне это, я считаю, что это одна из главных задач, кроме всех прочих, жизнеобеспечения, для того мы и работаем. Но вот воспитать подрастающее поколение в этом духе, это наша первостепеннейшая задача. Воспитать непридуманную гордость. Непридуманную гордость, совершенно верно. Ну и сейчас мы возвращаемся в колл-центр, к Артемию Заварзину, напомню, он работает там в течение нашей программы. Артем, какие вопросы поступают на наш электронный адрес и на телефонную линию? Да, Виктор Николаевич, Лена, вопросы продолжают поступать, их очень много. И в частности, зрителей интересует ситуация вокруг строительства нового пассажирского терминала на площади у морского речного вокзала. Например, горожане спрашивают, с появлением пассажирского терминала у морского речного вокзала исчезнет ли рынок в здании МРВ? Или вот такой вопрос, цитирую, как-то неудобно морской речной вокзал не выполняет своего прямого назначения. Ну, позвольте ремарку, Виктор Николаевич, перед тем, как вы ответите, накануне нашей встречи областной суд вынес решение о приостановлении строительства пассажирского терминала. Вот отношение городоначальника Павленко к этой ситуации каково? Наш морской речной вокзал, наша там гордость и визитная карточка собственного города, да, благодаря, в кавычках, его хозяин, это морской порт, перестал существовать как морской речной вокзал. Он был выведен в состава транспортной схемы и функционирует как торговый центр и сдают там помещение в аренду. Неоднократное обращение и мои депутатов гордумы и губернатора о том, что давайте вернем его, ну, логично, да? Ну, не увенчались успехом, все таки, к сожалению, осталось. Поэтому нам ничего не оставалось делать, как все-таки строить отдельно автовокзал. В бюджете, соответственно, денег таких нет, поскольку это, ну, сотни миллионов рублей. Мы объявили такой инвестиционный конкурс. На этот инвестиционный конкурс откликнулись инвесторы, пришли, оформили документы, все как положено. Разработали проект. Разработали проект, проект, всеми он утвержден, этот проект, прошел все экспертизы надзорных органов, все-все замечательно. Мы дали разрешение, я подчеркну, что разрешение мы даем только, когда получаем все согласования. Все, начал строиться, уже практически коробка есть. Сейчас возникает ни с того, ни с сего, не знаю, кем инициированный вопрос о том, что незаконно строится. Так самое интересное, что не к нам-то претензии, а к одной, не буду тоже называть, одной из федеральных структур надзорных, которая якобы неправильно дала заключение. Я думаю, что это не на разумение выяснится в ближайшее время. Полторы тысячи квадратных метров, современнейший комплекс, прежде всего там с местом отдыха для пассажиров, с кассовым терминалом, с контролем. Еще очень важно, что мы при строительстве этого автовокзала или терминала, значит, целая схема складывается, будет электронный учет автобусов и так далее. В том числе и одна из форм борьбы с нелегалами, естественно, будет приведена в порядок вся предмостная площадь, заасфальтирован, наведен порядок. Ну вот, я вообще честно говоря, вот работаю уже почти 8 лет мэром города, ни одна стройка в городе Архангельске не обходилась без скандала. Я не знаю, может это у нас как-то там, это традиция какая-то, но ни одна. Даже строительство главного кафедрального собора и то, вот со всех краев долбили, что там не там поставили, зачем перенесли, вы помните, да? Но ни одна, хоть вот такая стройка, хоть вот такая, это наша, наверное, традиция. Поэтому преодолеем в законном порядке все эти нарушения. Я думаю, что красивый терминал, он будет построен за счет инвесторов в городе Архангельске. Светлана Крылова, жительница округа Варавина Фактория, спрашивает, два года назад на нашей улице Воронина рядом с домами номер 4 и номер 8 сгорели сараи. Убирать пожарище никто не спешит, в итоге образовалась большая свалка. Что делать? Актуальный вопрос накануне пожароопасного сезона. Да, ну сначала о сараях конкретных. Конечно, по закону, следующим образом, мы должны это сделать вместе с управляющей компанией. Ну, конечно, если известно там поджигатель, что называют, то за его счет, но это крайне бывает редко, как показывает практика. Шалят дети, к сожалению, в этих сараях, особенно с наступлением тепла вот сейчас. Поэтому мы очень беспокоимся и объявили особый период, и проводим менструэтаж, и главы округов персональную ответственность у меня несут за состояние там придомовых территорий вместе с управляющей компанией за сарай. Мы, конечно, постепенно эти сараи сносим и новые строим. Но здесь, получается, должна быть кооперация и управляющей компанией, или хозяев, потому что часть квартир. То есть, если квартира приватизирована, то и сарай этот принадлежит, и он является собственностью человека, и он там должен страховать это имущество и так далее, нести за него ответственность. У нас же ведь зачастую, то есть, это должна сделать мэрия. Подожди, квартира приватизирована, твой сарай. Что касается муниципальных квартир, здесь наша обязанность, ну, я должен сказать, просто для интереса, вот секция сарая, она стоит примерно от 16 до 20 тысяч рублей. Это такое непростое и недешевое удовольствие. Поэтому, вот в рамках подготовки к летнему периоду, конечно, мы работаем над тем, чтобы и сейчас, в рамках там субботников, надо максимально сделать для того, чтобы убрать территорию, прибрать там дрова, закрывать обязательно сарай, для того, чтобы, не дай бог, не было возгорания. Потому что у нас кругом деревянные дома, и и так тяжелая ситуация там с предоставлением жилья, людям остаться без жилья. Но это самое страшное, мы там пережили события несколько лет назад на Вычигодской, в Высокогорском округе, не дай бог такого. Предлагаю послушать еще одну жительницу, кстати, тоже округа Варавина-Фактория, Анна Третьякова обращается к вам, Виктор Николаевич. Мы сейчас находимся с вами в сквере Грачева. Здесь очень оборудована хорошая площадка для детей, и здесь могут отдыхать также и взрослые. И нас, конечно же, очень волнует вопрос о дальнейшем благоустройстве этого сквера. Будет ли здесь, появятся ли здесь новые объекты, и, конечно же, появятся ли новые места в нашем округе, такие похожие на этот сквер. Ну, действительно, парки и скверы – это часть неотъемлемой градостроительной политики города. Как сегодня она развивается? В рамках градостроительной политики, генерального плана предусмотрено в городе Архангельске таких мест 58, где, ну, не об этом идет речь, это, наверное, такой проект поменьше, одесские скверы, которые нужно приводить в порядок, и вот 58 таких есть скверов. Мы потихоньку, конечно, двигаемся, но вся проблема, конечно, в финансировании. Что касается вот этого замечательного места, это пример совместной деятельности, вот, ну, теперь уже семьи покойного, вот, Александра Грачева, но мы вместе с округом эту площадку все время расширяем, расширяем и работу эту продолжим. И в городе, ну, таких мест, именно площадки, ну, достаточно много. Беда вот в другом, к сожалению. Вот мы, я назвал цифру, мы порядка 15-20 площадок с разных источников ставим, а площадка, ну, самая минимальная – это 250-300 тысяч рублей, а приличная такая, со всеми там атрибутами, то, что нравится детям, она стоит миллион-полтора. То есть это огромнейшие деньги. И мы сталкиваемся с другой проблемой – это сохранности. Вот там, где управляющие компании, ТСЖ, ТОСы берут ее на сохранность, обслуживание, есть дворник, она в прекрасном состоянии, долгие годы там подкрашена и так далее, а сейчас материалы такие, пластики и так далее, долговечные. Но мы сталкиваемся с вандализмом, эти качели завязываются в узлы и так далее, мы обращаемся к жильцам, но мы за общие деньги городские поставили эту детскую площадку, ну, возьмите на сохранность и так далее. Это же происходит во дворе, видно же из окна, люди мимо ходят и так далее. Это же никто не этот. Вот эта проблема существует. Поэтому даже по предписанию прокуратуры нам пришлось несколько, даже, наверное, десяток площадок просто срезать, потому что они представляют уже угрозу оставшиеся вот эти все острые края и так далее. Поэтому мы работу эту продолжим, естественно, да, вместе с депутатами Городомы, но просьба горожанам, вот пользуясь случаем, все-таки бережно к этому относиться, поскольку это очень дорого стоит. Виктор Николаевич, но все-таки мы снова должны вернуться к дорогам, потому что эта тема, как ни крути, была одна из самых актуальных, не стал исключением и Северный округ. И сейчас я передаю слово Инге Швецовой, которая встречалась с жителями этой части Архангельска. В прошлом году в Северном округе было активно начато дорожное строительство. Так отремонтировали часть улицы Ильича. Рядом со мной находится Лидия Григорьевна, жительница Северного округа. Ей слово. Виктор Николаевич, мы очень волнуемся, будет ли отремонтирована дорога по улице Ильича от Кировской и до больницы номер 6. И будет ли ходить транспорт до этой больницы. Добрый вечер, уважаемая Лидия Григорьевна. Утвердительно говорю, да. Значит, там 500 метров дороги до 6 больницы этим летом будет сделано. И автобус будет разворачиваться, остановка у 6 больницы. Поэтому вот в течение июня-июля эта дорога будет сделана. Ну, конечно, возможность доехать до больницы или магазина крайне важна для всех нас, но особенно актуальна она для людей преклонного возраста. Обеспечить им максимальное удобство в приобретении товаров и услуг – одна из важных задач городских властей. О том, что делает для этого муниципалитет – в нашем следующем материале. Открывшийся магазин в доме «Насуфина-32» радует людей старшего возраста ассортиментом, но еще больше с шаговой доступностью. У нас же есть ведь люди такие, что и ходят со стульчиками, и там… Так что необходим был, необходим. На колясочке люди. Посещать новый магазин могут почти 100 ветеранов, живущих в специализированном доме. У них все должно быть в достатке, что и продукты под рукой, не только социальный работник должен ходить, а они сами могут спуститься, выбрать, что им надо домой и купить. Возможность купить качественный товар по низким ценам у горожан появилась и на социальных ярмарках, которые организовывают городские власти. Например, на рыбных торговых рядах свежая треска, палтус и окунь – только от местных поставщиков. Цены на треть ниже, чем у магазинах города. Какую рыбку сегодня купили? Палтус, треску, окунь, горбушу. Почему решили прийти на ярмарку? Ну, не знаю, вроде подешевле, цены здесь. Задача максимально приблизить свежую рыбную продукцию к покупателям была поставлена мэром Виктором Павленко. Новые социальные магазины и организация ярмарок – только часть работы городских властей по поддержке людей старшего возраста. Продолжается также внедрение системы «Социальная карта Архангела Городца». Проект действует уже четвертый год. Первыми социальные дисконтные карты получили ветераны Великой Отечественной, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. Позднее карты стали выдаваться всем горожанам в возрасте от 65 лет. Карта дает право на скидки в магазинах, продовольственных, книжных магазинах, магазинах одежды, в аптеках, культурных учреждениях. Так, обладатель социальной карты Архангела Городца может купить билет на спектакль в Архангельском театре-драме имени Михаила Васильевича Ломоносова за 150 рублей. На текущий период уже выдано 23 тысячи социальных карт. Архангелогородка Нина Японишникова обладателем карты стала два года назад. Теперь не нужно носить с собой десятки дисконтных карт. Сейчас только что купила лекарства в аптеке. Можно отремонтировать обувь по этой социальной карте со скидкой 10%. Эта социальная карта очень значима для пенсионеров. Пенсии у всех небольшие, цены растут. А социальная карта все-таки помогает сэкономить бюджет. Мы очень рады, довольны мэрией нашей, что она заботится о людях старшего поколения. На какие товары и услуги в каком размере будет предоставляться скидка, определяет владелец торговой сети, который решил присоединиться к проекту. Скидки варьируются от 3 до 10%. Кстати, список организаций, принимающих участие в муниципальном проекте «Социальная карта», пополняется с каждым годом. Сегодня их уже 36. При этом узнать, где действует скидка, легко. Об этом расскажут специальные аншлаги у входа. Небольшая скидка, но есть в продовольственных магазинах. Ну, не только в продовольственном. Можно и в аптеку сходить, и в магазин дачный, и в химчистку со скидкой, особенно в книжном. Оформить социальную карту архангелогородца пожилые люди могут в окружных отделах управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска. Еще одна действенная форма поддержки горожан старшего возраста – бесплатный проезд на общественном транспорте. В этом году он сохранен по решению мэра Архангельска Виктора Павленко, несмотря на сокращение субсидий из областного бюджета. Сегодня льготой пользуются свыше 35 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, а также горожан в возрасте 70 лет и старше. Мэром Архангельска Виктором Павленко было подписано постановление и о дополнительной денежной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-летия Победы. Сумму в размере 20 тысяч рублей получают участники инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также северяне, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда. Средства на осуществление выплат предусмотрены в городском бюджете этого года. Эфир продолжит жительница Маймаксанского округа Раиса Клементьева-Танышева. Она председатель совета ветеранов лесозавода номер 29. Слушаем. Нам обещали построить баню еще в 2014 году и до сих пор никаких нету сдвигов. Отправляли запросы все везде. Нам только приходит, что сделаем, сделаем. Все, план не готов. Так что очень просим вас, посодействуйте нам в этом вопросе. Я эту беду, конечно, знаю. На 29 лесозаводе там очень старенькая баня. В бюджете этого года мы уже предусматривали финансирование на начало строительства. В связи с тем, что очень сложный бюджет и подвергается секвестр, на сегодняшний день недостаток бюджета 55 миллионов рублей. Мы в эти дни уже смотрим, какие средства снять, какие определить первоочередные задачи. Это одна из, конечно, важных задач. Поэтому в этом году проектировать. Надеюсь, что все-таки в следующем году мы строительство бани на 29 лесозаводе начнем. Потому что там, конечно, очень много неблагоустроенного жилья. И порядка, насколько помню, не изменяет 800 человек пользуются услугами бани. Она там очень, конечно, старенькая. Понимаю, принимаю. И постараемся все-таки, несмотря на трудности, вот в следующем году баню начать строить. В этом году там провести предпроектные работы, привязку проекта к местности. А уже в следующем году построить баню. Эстафету вопросов от телезрителей подхватывает «Майская горка». Я передаю слово моей коллеге Марии Воробьевой. Безусловно, округ «Майская горка» – один из самых перспективных округов Архангельска. Здесь строится социальное жилье, детские сады, торговые центры. Жители ведут активную работу по благоустройству собственных дворов и домов. Однако в округе есть ряд нерешенных вопросов. Я передаю слово председателю ТОС «Краснофлотский» Ирине Кузнецовой. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, будут ли ремонтироваться дороги на острове Краснофлотский и когда? Спасибо. – Ирина, добрый вечер. Я понял, сегодня, собственно, вопросы в основном дорожные. – Но от этого никуда. – Нет, это артерии города, и поэтому, конечно, когда ни пройти, ни проехать – это правильные вопросы. Я еще раз повторюсь, что мы чем располагаем, тем располагаем. Конечно, на Краснофлотском в том числе будут ремонтироваться дороги. К сожалению, еще раз говорю, капитального ремонта, глобального ремонта в этом году во всем городе не будет. Будет текущий ремонт ряда улиц, которые мы уже обозначили, они у нас на сайте расположены. Ну, я думаю, что ситуация не всегда будет такая сложная с деньгами, и дорожное строительство в городе Архангельске все-таки приобретет массовый характер. Пока будем решать те вопросы, которые, ну, жизненно необходимы и требуют в первую очередь. Грунтовые дороги будем тоже подсыпать, градировать, сейчас установится погода по мере сил, возможностей и средств. Вот в нескольких километрах к северо-западу от Краснофлотского острова, жителей которых мы сейчас только что видели, находится Краснофлотский рейд. И он предназначен для проводки кораблей, которые ожидают проводки под мостами Архангельска. И вот я не знаю, как для вас, Виктор Николаевич, но для меня, когда я вижу вот эту картинку чудную корабли на Северной Двине, прямая ассоциация идет с тем великим значением нашего города в морской истории России, мы первый морской порт. И думаю, что я не совру, если скажу, что много горожан считают и возлагают развитие дальнейшего Архангельска именно с интересами России в Арктике. Но есть среди них и скептики, которые достаточно и хитно относятся к тому, что мы можем стать вот таким полноправным опорным пунктом России в Арктике. Что вы можете ответить таким скептикам, таким людям? Я должен сказать с уверенностью и вот просто обещаю, что дальнейшее развитие города Архангельска, я просто в этом уверен. И это очень важное, я думаю, что решение, принятое на государственном уровне, развитие города Архангельска, ну в том числе будет связан с развитием Арктики. Да, много говорится в последнее время, поэтому люди, наверное, с недоверием к этому относятся. Но те глобальные проекты, которые предстоят, они требуют огромнейшей подготовки, времени и так далее. Поэтому людям хочется вот сразу, вот сразу, чтобы это наступило. Да и правильные люди хотят, надо стремиться к хорошему, но сегодня подвижка в этом направлении есть. Честно говоря, мы уже 10 лет назад, когда определяли социально-экономическое развитие города Архангельска, его там миссию города Архангельска, мы прописали это и оказались правы. Вот так получилось. И сейчас мы уже видим конкретные шаги. Что я имею в виду? Вот недавно указом президента Российской Федерации создана специальная комиссия по развитию Арктики во главе с вице-премьером Рогозиным Дмитрием Олеговичем. Вот приезжая на закладку подводной лодки Архангельска, да, как известно, тут событие тоже было очень важное. Вот он сказал слова всем открыто о том, что нужно соответствующее ведомство переводить, в том числе и в город Архангельск, поближе к Севморпути, важность развития самого Севморпути и развитие там добычи газоводородов, развитие новой земли, других островов, пограничные отряды, присутствие. Потому что сегодня уже идет борьба за Арктику. Ну, это большие планы у больших людей, у правительства. У нас же с этим связано, что мы действительно можем стать тем городом и станем, вот точно там называют ворота, и как ни назови, но город Архангельск точно станет тем городом, который будет снабжать Арктику. Да, специалисты об этом знают, что у нас два, максимум три месяца навигации, остальное ледовая проводка, очень тяжелые льды и так далее. Но даже вот этого короткого времени будет хватать, потому что плечо доставки грузов с города Архангельска и логистика, она совершенно другая. В том числе и, я думаю, что не случайно идет строительство, реставрация нашего поля взлетно-посадочной полосы в аэропорту, развитие других инфраструктур. Это связано все с тем, что все-таки Архангельс будет играть большую роль, порт у нас экономия, но он имеет огромные возможности. Сейчас загружен, ну не знаю, наполовину, если не меньше, это 3-4 десятых километра причальных стенок, на соответствующие глубины. При его реконструкции он может стать, уже существующая база, может стать, так сказать, стартом для развития Арктии. Поэтому я тоже с пиететом об этом говорю. Нас просят представить ряд программ, в том числе, может, и строительство тех же дорог, строительство жилья для этих целей. А здесь Архангельска представляет собой САФУ, университет уже есть, который выпускает специалистов, проводит научные и изыскательские работы. Все медицинские учреждения находятся здесь, федеральные структуры, гидромет, флоты гидрофические находятся здесь. То есть я вижу, что условий здесь очень много. И мне понравилось, когда Дмитрий Леев сказал, что 21 век – это век Арктики и города Архангельска. Это не я сказал, это он. Поэтому думаю, что, не думаю, уверен, что мы идем правильным путем в развитие, дай бог, чтобы развитие было в этом случае и лесной промышленности, и перерабатывающей промышленности, но и вот этого направления, как развитие Арктики и всем морпути. Особое геополитическое место нашего города неоднократно бралось во внимание и нашими друзьями, и нашими врагами. В специальной исторической справке, послужившей основанием для того, чтобы у столицы Поморья появилось почетное звание «Город воинской славы», неоднократно доказывался тот факт, что, цитирую, «Практически во всех военных конфликтах со времен основания города противник стремился захватить и уничтожить Архангельск». Я не случайно упомянула о сравнительно новом статусе нашего города. В свет вышла книга, которая так и называется «Архангельск. Город воинской славы». Первыми ее читателями стали ветераны войны и труженики тыла, награжденные юбилейными медалями к 70-летию победы. И сейчас у нас есть возможность поближе познакомить наших телезрителей с этим изданием. Книга создана творческим коллективом, в который вошли редакция газеты «Архангельск. Город воинской славы» и автор нескольких изданий по краеведению Светлана Ефремова. Книга издана под патронатом мэра Архангельска Виктора Николаевича Павленко. Мы попытались вложить в этот проект нашу душу, наше отношение к ветеранам Великой Отечественной войны и отношение нашей прежде всего к памяти об Архангельске военных лет. Я очень благодарен Светлане Ефремовой, которая провела очень серьезную большую изыскательскую работу, связанную с историей военного Архангельска. Я благодарен компании «Оммедиа», коллективу газеты «Архангельск. Город воинской славы». Это книга о том, как жил город в годы Великой Отечественной. Воинская слава столицы Поморья – это не только солдаты, ушедшие на фронт, не только героическая 23-я гвардейская дивизия и не только полярные конвои. Это и подвиг тех, кто остался в тылу. Вот пожарные тушат деревянный Архангельск, загоревшийся после вражеского налета. Вот летчики готовятся к вылету на поиск тюленя в Белое море. Вот продуктовые карточки. Детская норма – 10 граммов муки в день и 20 граммов крупы. Это меньше столовой ложки. При создании книги «Архангельск. Город воинской славы» ее авторы подняли огромный архивный материал. Многие из этих фотографий, свидетельств, воспоминаний публикуются впервые. Город военный. Город был засекречен. Сюда приходили конвои. Сами понимаете, что фотографий особо его и фотографировать было нельзя. То есть это закрытая информация. В порту, допустим, производство мин, производство каких-то, допустим, аэросаней, судоремонтная работа, лесное производство. Все предприятия работали на войну. Зоя Федоровна Рольская получила книгу «Архангельск. Город воинской славы» в подарок к юбилею Победы. Всю войну она проработала в столовой в Рочи, где кормила раненых. Ее внучка Елена Литвинова увидела на страницах издания фото деда своего мужа, Кузьмы Суслонова. В 41-м году он ушел на фронт. В семье не осталось ни одной фотографии солдата. Даже военный билет, который хранят его потомки, оказался без снимка. Книжка помогла мне. Я позвонила в редакцию, попросила дать электронный вариант этой фотографии. И вот мне его предоставили. Спасибо вам большое. Ветеран Великой Отечественной войны Лев Варфоломеев высоко оценил книгу «Архангельск. Город воинской славы» и как очевидец описанных в ней событий и как краевед. Но особенно ценно, по ему мнению, патриотическое, воспитательное значение этого издания. Глава «Сохраняя память», продолжая традиции, рассказывает о том, как в «Архангельске» чтят героев войны сегодня. Память о войне, память о победе нужно и сохранять, и защищать ее. Особенно, что показывает последние события в округающем мире. Книга «Архангельск. Город воинской славы» стала символом связи между поколениями. Ее завершают сочинения школьников. Наследники Победы пишут о прадедах, воевавших на фронте, дедах, восстановивших город после разрухи. А значит, память о подвиге северян жива. Виктор Николаевич, конечно, эта книга – плод труда очень большого количества людей. Мне хочется спросить у вас, когда вы ее читали, что нового для себя вы узнали? Вообще уникальная книга, в сюжете была рассказана, работал творческий коллектив. Подход совершенно такой, очень был глубокий. И там очень много действительно материала совершенно нового, подробного о военном «Архангельске». Конечно, она вызывает, прежде всего, уважение к тем людям. И слезы наворачиваются на глаза, когда читаешь люди в таких условиях. Вот вы посмотрите, первые конвои пришли в августе 41-го года. И начали страшные бомбежки, сплошные авиационные бомбежки города. Город там горел. Потом наступила зима, холод, голод. Вот вы посмотрите, вот приводят там 10 грамм муки на ребенка. То есть, доставляя продукты, разгружая их, отправляя на фронт, сами архангель-лагородцы умирали от голода. Вот поэтому, конечно, вызывает вот такое внутреннее переживание. И, конечно, благодарность нашим ветеранам, которые в тылу ковали победу. Конечно, просто низкий поклон этим людям. Книга получилась хорошая. И мы приняли такое решение, считаю, правильное. Хотя критиков, как всегда, много. Вот в плане того, что мы всем подарили, вместе с вручением медали, подарили эту книгу. Это был совместный проект депутатов Гордумы. И наш, мэрии, подарили. Мы считаем, что это на века. Это книжка, хорошо сделанная. Она останется в семейном архиве, будет передаваться. Это тоже элемент воспитания подрастающего поколения. Как было сказано, действительно, такой преемственность. Я думаю, что она будет носить очень большой воспитательный эффект. Так же, как я, честно говоря, горжусь. Хотя пытались закрыть. Помните, там у нас редакцию газеты «Архальниц город воинской славы». Мы когда-то придумали с Евгением Удалкиным. И долго спорили по поводу названия газеты. Я все-таки настоял на том, чтобы она называлась «Архальниц город воинской славы». Он согласился в итоге. Но такой газеты вообще в России нет. Потому что само название, оно воспитывает. И видите, с какой любовью эта газета пользуется у ветеранов, у молодежи. Кто не приезжает, смотрит эту газету, вот у вас какая газета. Должно все воспитывать. Я к тому возвращаюсь, что воспитательный процесс, он должен идти. Мы патриотов нашего города, России должны воспитывать. Мы возвращаемся к Дню Победы. Все-таки сам календарь диктует основную тему, красную нить нашей сегодняшней с вами встречи. Мне бы очень хотелось, чтобы вы завершили ее словами в адрес тех, кому мы, собственно говоря, обязаны этой непридуманной гордости и этому Дню, Святому Дню Победы. Все меньше и меньше остается до 9 мая, действительно такого общенационального, я бы сказал, государственного праздника. Поэтому, пользуясь случаем, я прежде всего хотел бы обратиться к нашим уважаемым ветеранам. И от всех горожан поздравить их с наступающим праздником, 70-летие Великой Победы. Поблагодарить их за боевой, ратный, трудовой подвиг, за то, что они действительно освободили нашу Родину. И особенно сейчас это очень важно в событиях на Украине. Все-таки вот этот нацизм, фашизм, да, это страшная вещь, которая проявляется. Вот они ее победили, уничтожили. И мы, более младшие поколения, конечно, память о Великой Отечественной войне, действительно, совершенно правильно было сказано о том, что мы должны бороться и доказывать, что именно мы, это наша, как Владимир Владимирович Путин сказал, это наша победа. И приедут там кто-то на парад победы или нет, это, конечно, важно, но не так, это наша победа. Поэтому спасибо ветеранам за нашу победу, добра им, здоровья, благополучия всем нам мирного неба над нашей Россией. Виктор Николаевич, спасибо вам за продуктивный диалог, за прямые и такие откровенные ответы. И спасибо всем архангелогородцам, которые приняли участие в нашем сегодняшнем эфире от редакции Архангельского городского телевидения и телеканала ПС. Я поздравляю вас с приближающимся праздником весны труда и, конечно, с главным праздником нашей страны, с юбилеем Великой Победы. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»